Итак, дорогие друзья, на часах 8 часов 18 минут. Дмитрий Солдатов, Марина Гесс, мы продолжаем. Очень горячая новость. У нас даже заголовок, его максимально горяч. Запиши сторис, получи айфон. Южноуральские школьники и студенты могут получить призы, приняв участие в интерактивном проекте под названием онлайн-каникулы. Это отличный шанс прокачать, во-первых, свои соцсети, во-вторых, научиться генерировать контент и возможность продлить летние каникулы аж до 25 сентября в онлайне. Итак, дорогие друзья, с нами на связи гость. Это Вадим Савин, сопредседатель Союза добровольцев России. Доброе утро, Вадим. Здравствуйте. Доброе утро. Вадим, мы знаем, что проекту уже три года. Расскажите, как вам пришла идея и какую цель вы преследуете? В 2018 году мы пришли к тому, что не все дети в период летних каникул имеют возможность выезжать в загородные летние лагеря, либо к морю, и определенное количество детей предоставлено сами себе. И вот мы решили их занять досугом, полезным досугом, полезных для них, полезных для нас, как для общественников, для педагогов. Мы предложили им проходить вот эти онлайн-квесты, выполняя задания, которые связаны с изучением истории города, региона, связаны с различными традициями, с нашей культурой. Ребята выполняли задания, выкладывали их в своих соцсетях под нашими хэштегами, ну и, соответственно, мы выбирали победителей и награждали их призами. За это время мы провели уже порядка 10 таких вот онлайн-каникул в Екатеринбурге, в Уфе. На данный момент проводим вот в Челябинске, в Челябинской области. Ну а цель для нас сначала была просто занять детей. Сейчас мы понимаем, что это даже может быть новый вид досуговой деятельности, который мы называем доброблогинг. То есть дети создают, генерируют позитивный контент. С одной стороны, с другой стороны, мы увлекаем детей и через новые формы и приемы даем им возможность узнать о своем регионе, городе, что-то новое, узнать об истории нашей страны. Потому что у нас задания в основном направлены как раз таки на историю, культуру, на изучение каких-то туристических особенностей региона. Вадим, хорошо, скажите, пожалуйста, вот допустим, в каникулы, да, сколько задается примерно таких заданий? Вообще, кто это, кто эти участники? Это дети с какого по какой возраст? Вот мы вчера выпустили 16-е финальное задание для онлайн-каникул в Челябинске. Обычно у нас, когда мы проводим летний период, каждая смена, это задание 10 примерно. А школьники 12 плюс, в общем, участники, это возраст 12 плюс, школьники, студенты. Как практика показывает, это в основном, конечно же, школьники, то есть от 12 до 18 лет это 80% участников. Мы так понимаем, что вот проект стартовал 19 августа, присоединиться уже нельзя? Ну, вообще, если у ребенка достаточно свободного времени будет в ближайшую неделю, то, конечно, он может присоединиться, выполнить задание. Мы не ставим жестких условий, что нужно выполнить все 16. Мы говорим о том, что выполняем максимальное количество, и каждое задание постарайся сделать максимально креативно, творчески. Поэтому еще есть у всех шанс, есть возможность присоединиться. Какой айфон можно выиграть? 12. Когда мы стартовали, 13-го еще не было, поэтому 12-й. Помимо 12-го айфона, это электросамокаты, Airpods, Apple Watch, Яндекс.Станция. Плюс вот наше последнее финальное задание, оно связано, оно звучит так. Так, расскажи о том месте в Москве, в котором ты хотел бы побывать и почему. И вот за самое креативное выполнение мы дарим поездку в Москву. То есть ребенок в сопровождении взрослого посетит Москву и посетит то место, о котором он мечтает побывать. То есть, по большому счету, больших подарков два. Это поездка в Москву, правильно мы понимаем? И айфон. Да, ну я думаю, электросамокат тоже достаточно большого подарка. Ой, да, простите. Вообще супер, да, подарки отличные и миссия благородная. Еще у нас с партнерами выступил хоккейный клуб «Трактор». Они давали свое задание придумать новую кричалку для «Трактора». И за это задание они подарят билеты на матч и джерси с автографами всех хоккеистов. То есть вот еще такие призы. И как же в итоге вы будете подводить вообще результаты? В итоге? Как выбирать будете победителей? У нас есть определенные жюри, эксперты. То есть та команда, которая уже три года делает проект по определенным критериям, о которых я уже сказал, это максимальное количество выполненных заданий. И эти задания, то есть из этих участников, которые по максимуму выполнены задания, мы будем выбирать самых творческих, креативных. И 2 октября у нас будет финал. Я пока не раскрываю, в какой форме, пусть это будет сюрпризом для ребят. 2 октября в Челябинске пройдет награждение победителей наших онлайн-каникул. Слушайте, здорово. Это действительно очень важно, то, что вы делаете. Спасибо вам большое. Хочется тоже, конечно, принять участие, но ты понимаешь, что ты уже не школьник, хотя студент. Спасибо вам. Вадим, спасибо большое. Напомним, с нами на связи был сопредседатель Союза добровольцев России Вадим Савин. Марин, тебе айфон захотелось? Скажи честно. Или самокат? Мне захотелось принять участие. Вот процесс, о чем мы с тобой и говорили. Генерировать контент. Это очень важно. Будем генерировать его прямо сейчас. Тем более, что кое-какой контент у нас уже готов. Впереди наша постоянная рубрика под названием «Читать, не перечитать». Сегодня у нас подборка книг про отношения между мужчиной и женщиной. Порой сложные, порой трепетные. Порой до невозможности сложные. Итак, друзья, смотрим.